Девочки, смотрите, видите, пугается. Девочки, тут... Так, смотрите, павлин. Ну, их тут много, я вижу, они там в траве ходят. Вот, смотрите, вот там вот, видите, тоже павлин. Смотрите. Видите, да? Несколько штук. Ну, этот ближе всего, но, видите, они пугливые. Вот он там, со деревом. Ну, выйдите, пожалуйста. Но они пугливые, да. Вот смотрите, какая красота, девочки. Здесь калитка, здесь можно зайти. Но если я пойду, они, наверное, убедут. Так, теперь я знаю, что здесь есть калитка. Мне надо купить зерна. И как-нибудь прийти им, насыпать сюда зерна. Ну, они поплюют, другие птички поплюют. Так, а ну я сейчас попробую зайти в эту калитку. Мне так хочется побыть. Так, калитка. Я надеюсь, это чужая собственность или нет? Все, короче, девочки, я пошла на преступление. Хочу заснять как можно ближе павлинов. Вот видите, он там в кустах ходит. Что, будем преследовать? Мы папарацци или нет? Да, они пугаются, они очень пугаются. Ой, смотрите, там много их бегает. Но они пугаются, жаль. Пугаются, девочки. Вот видите, тот туда убежал. Вон он, видите, ходит в траве. Эти тоже тут бегают в траве. Вон они, головы. Да, они пугаются, девочки. Видите, да, там синяя... О, полетели, полетели, смотрите, вон. Испугались, полетели. Но там девочки... О, и этот побежал за ними. Короче, вот так, девочки. Близко снять. Это практически нереально. Так, ну, ладненько. Калитка здесь есть. Мне надо будет купить зерна. И сюда им принести. Они тут гуляют и все равно покушают. Ой, вот видите, какая калитка, девочки. Но зато здесь более-менее чистенько. Вот дорожка, можно пройти. Вот, ну, видите, они очень пугливые. Очень. Ну, ладненько. А сейчас, девочки, утро. Суббота. Первое октября. Восьмой час. Восьмой час утра. Я иду на гангу. Иду на гангу делать упор. И, девочки, смотрите, такой домашний храм. Видите, там женщины уже с утра начинают это... Ну, как это... Короче, делать молитвы свои там с самого утра. Ну, у них это, знаете, вот это домашний храм. Он практически есть в каждой семье. И вот с утра встать и к алтарю, да, и там зажечь лампадки, благовония. Это у них вот как вместо завтрака девочки. Понимаете, да? Такие цветочки белые красивые тоже. Это у них вместо завтрака. Понимаете? Иду на гангу, девочки. Мне надо упорно сделать. А то у меня сейчас Махадашашани. Это Сады Сати. Ну, те девочки, которые знают, которые слышали, что это астрологические такие периоды. Ну, Сады Сати уже заканчивается. В феврале уже закончится, слава богу. Хотя могу сказать, что мой Сады Сати... Да, он трудный, но это самые счастливые годы в моей жизни. Ну, что тебе? Места не хватает. Зачем бибикать сзади? Не люблю резкие звуки. Вот так. Женщины индейские. Видите, тоже как внимательно меня рассматривают. Прям каждый-каждый. Прям это аж... Аж испепеляют глазами. Рассматривают. А что я хотела сказать? Это самые счастливые годы в моей жизни. Этот Сады Сати мне принес. Конечно, мама умерла. Да. Но... Все остальное... Ну, когда период начался, мама умерла. А потом началась Индия. И, конечно, здесь трудно жить. Трудно. Аскезы, аскезы, аскезы. Но... Это самое счастливое время. Плюс я Арджуну своего встретила. Индия. Практика. Естественно, упаясь, чтобы выжить. В Калиюбе, в Сады Сати. Поэтому, благодаря, конечно же, упаям, я все практически прохожу. Все трудности. Находится решение. А многие трудности вообще даже не возникают. потому что, ну, упаями они просто нейтрализуются. Ну, что упали? Блин, восьмое час с утра, а народу уже на речке Кутя. Я-то думала, сейчас приду, никого не будет. Ага, как бы не так. Ох, какой спортсмен, девочки, да? Какой прям архаровец вообще. С утра, видать, у него пробежка. Девочки, вось утра, и уже куча народу. Ох, ну, ладненько. Спускаемся к берегу Ганги. Так, это что? Записывают йогу. Смотрите, видите, йогу записывают. Все. О, и здесь тоже утро. Вот это наша, наша. Смотрите, девочки, какой красивый. Какая красивая ракель у нее. Видите? О, и вот это. Теперь вы понимаете, да, почему? И вот она здесь пытается йогу делать. Ну, а мужички смотрят ее, естественно, на ее заднее место. Спрашивается, что нельзя одеть широкие штаны. Обязательно в узеньких вот этих надо, чтобы все на тебя таращились. И здесь тоже. Ну, здесь индусы. Тоже, видать, у них какая-то съемка по типу йоги. Видите? А вот. В белых бригадах, в беленьких маечках. Делает какие-то селфи, касаемо йоги. Так, что? Ну, пойдемте. Ну, и есть тоже вот. Короче, не будь дурой, занимайся физкультурой. Только одежду надо правильно, чтобы это... Тут мужики бедные, у них криш урвет. Смотрите, вот папа делает, раком стоят, а мужики на них смотрят. Ну, и что это такое? А мужская энергия похотливая, когда она смотрит на женщину, она пробивает женскую энергию. Потом женщины болеют. Так, пойдемте, девочки. Мне надо найти место для упа. И подальше пойдем. Вот она, с такой позой. Понимаете, да? А потом кричат, что их насилуют. Вообще. Зачем тогда заниматься йогой, если вместо набора энергии, да, куча взглядов, которые разрушают энергетику. Мужской похотливый взгляд, он бьет по женщине. Энергетически бьет. Именно поэтому, девочки, вы замечали, что, допустим, если какой-то мужик очень пристроенно на вас смотрит, причем с таким желанием, похотливым, вам неприятно становится. Замечали за собой такое? Нанди, Нанди, доброе утро, намаскар. Замечали такое, да, девочки? Потому что мужчина, если он не любит, а через глаза посылает, а глаза это как раз такие отверстия энергетические, смотря похотливо, то бишь, используя, да, вашу энергию и так далее, он пробивает, он пробивает женское поле энергетическое. И женщина быстрее теряет молодость, красоту, здоровье. Понимаете? И вот когда за день вот так вот женщина пройдет в полуголом виде и на нее и насобирает вот этих взглядов, понимаете? Все, она опустошается, у нее энергии нету, она опустошается, потому что мужики все забрали. Вот. Женское тело очень чувствительное, и там есть определенные точки на ее теле. И именно эти точки, девочки, женщины наши открывают, понимаете? Ну, вообще. А потом ходят, ой, у меня тут болит, ой, тут болит, ой, жить не хочу, энергии нету. Перед кем вот ты открываешься? Каждый кушает твою энергию. Даже женщины, ну, как бы женщины-вампири, мужики пробивают своими похотливыми взглядами. Зачем раздеваться? Зачем? Зачем смущать, как говорится, и женщин, и мужчин, и пусть даже косвенно, да, а то и напрямую становиться причиной того, что у мужика едет крыша, он вдруг сексуально становится озабочен, очи начинает за тобой бежать, да, с тобой изменять в своей семье. Зачем? Йогу. Ну, смысл, что ты делаешь йогу? Все на тебя посмотрели, энергию твою отсосали, забрали. Плюс пообсуждали твою задницу. Зачем? Широкие штаны одень, Аладдин, и занимайся. Ой, все, девочки, сейчас пока закрою камеру, это пойду. Видите, мне надо, короче, тут кокос у меня с определенным этим. Короче, мне надо сделать упаги. Ну, а потом дальше пойдем. Пойдем, походим, или же сразу пойдем домой, ну, и, может быть, еще раз сделаю включение. Так что, что такие дела, девочки? Берегите себя, свою энергию. Потому что наша энергия, это наша жизнь, это наше все, и здоровье, и денежки, и наши отношения, и все. Вы понимаете, да? Все в этом мире держится на энергии. Этот мир соткан из энергии, и весь этот мир соткан из энергии. держится на энергии. На все нужна энергия. Причем положительная, если вы хотите положительные, ну, что-то положительное в вашей жизни. На хорошее здоровье нужна положительная энергия. На отношения, на рождение детей, на все, на все нужна положительная энергия. Ну, ладно, девочки. Сейчас выключусь, потом, может быть, включусь. Продолжение следует...